Ну, чтобы без пафоса рассказать, вот как я стал дежакеем, например, история очень показательная для нашей Родины. Я был музыкантом, играл первое отделение танцев, я пел, исполнял свои песни, исполнял чужие песни. А во втором отделении мой приятель, который стал потом приятелем, еще незнакомый у меня, дежакей, тогда это так называлось, вел свою дискотеку. Однажды он не смог ее провести по причине того, что праздник продолжался у него уже не первый день. Вот такая история. Я вышел, я слышал, как он это делает, мне это было совершенно несложно, я был уже студентом циркового училища, я все это сделал, как выяснилось, лучше, поинтереснее, посмешнее. И получил такое предложение, вот работать в этой системе. И стал первым таким профессиональным дежакеем, получил образование и начал свой творческий путь. А думал, что буду актер, ну, в крайнем случае, певец, там, артист. А вот так меня качнуло в сторону, я узнал, что какая-то такая профессия есть, какие-то пленки, какие-то песни. И меньше затраты, вдруг выяснилось, что для этого нужно. И ты самый светооператор, и сам звукорежиссер, и сам певец, и сам пишешь себе тексты, и сам за эту кучу народу получаешь зарплату. Вот, если говорить о хитростях, то это, наверное, вот в эту сторону, когда я в этой профессии сумел соединить сразу нескольких профессий. И вот эта история показала, что, оказывается, алкоголь на кого-то действует плохо, но в этот момент на меня, его алкоголь на меня, единственный случай, когда чужое пьянство принесло мне радость. Спасибо.